Это почта. Здесь выдают пенсии, принимают коммунальные платежи, продают журналы, марки, конверты и семена для огорода. А еще здесь постоянно много народу. Все получают и отправляют письма. Сегодня у этого важного ведомства праздник – Всемирный день почты. В нашей стране его отмечают уже в 44-й раз. О работе почты России немало шуток сложено. Люди упрекают службу в ее нерасторопности, говорят, что писем можно ждать годами, а то и не дождаться вовсе. Работники почты России очень обижаются, говорят, что эти шутки не обоснованы. Работают они слаженно, дружно, как единый механизм. Единственная возможность задержек в кадровом кризисе. Работа на почте России хоть и ответственная, но далеко не самая престижная. Хоть и не престижная, зато надежная, считает водитель почтовой машины Олег Рябушкин. В его распоряжении новенький вместительный ЗИЛ. С утра принимаешь автомобиль и выезжаешь на железнодорожный вокзал на погрузку. Там основной у нас погрузка и разгрузка на железнодорожный вокзал. И оттуда уже получаешь задание или в город, или в район. В Кутиш, в Кинишму, в область. Олег и водители, грузчик одновременно. Народу не хватает, приходится вручную забивать машину корреспонденцией. Работа тяжелая. Иногда коробки с письмами и посылками очень много весят. Кроме того, Олег еще и ответственный за перевозку. Если с почтой что-то случится, спросят с него. Всего на Ивановском почтамте 26 водителей грузовых авто. В районах там еще 100 на всю область. Около 100 автомобилей легковых. Это УАЗики в основном. Трудопроходимые места. Там нет дорог практически. Особенно зимой. И вот в такую погоду осенью не проехать. Для мужчины шутки про почту России – личное оскорбление. Олег всегда везет корреспонденцию осторожно, но быстро. Люди ведь ждут. Доставив письма на узел связи, мужчина доверяет их почтальонам. Утро Веры Окользиной начинается в 7 утра с разбора писем, газет и журналов. Потом с почтовой сумкой наперевес женщина отправляется на свой участок. Вера Александровна – мастер связи. Для работников почты это звание такое же почетное, как народный артист для работников сцены. Всю жизнь она разносит корреспонденцию. После окончания школы, средней школы, я пришла работать на почту почтальонам в сороковое отделение связи. Мне очень понравилось с народом общаться, газетки доставлять, журналы. И потом так, и вот уже 37 лет работаю на почте. Вера Александровна работала оператором почтовой части, потом заместителем начальника отделения. Но все равно вернулась на должность почтальона. Ей нравится работать на свежем воздухе с людьми. Кроме того, для почтальона всегда открыты двери. Здравствуйте, это почта. Откройте, пожалуйста, дверь. Вера Александровна не просто почтальон. Она еще спортсменка. В день проходит 10 километров, такова протяженность ее участка, и психолог. Очень часто люди рассказывают ей о своих проблемах. Приходится и послушать кого-то, и успокоить приходится. Ну, большинство людей очень доброжелательно относятся к нам. Ну, есть, конечно, и агрессивные, но это очень мало. Ежедневно в отделение почтовой связи региона обращаются более 30 тысяч человек. Каждый год филиал пересылает более 23 миллионов писем и 547 тысяч посылок. Пешком на машинах или велосипедах сотрудники почты доставляют корреспонденцию потребителям. Ни снег, ни зной, ни дождик проливной не остановят их работу. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.